Друзья, всем привет! Сегодняшняя серия посвящена целиком и полностью Identity Server. Сегодня у нас будет практическое занятие. В этой серии мы положим данные из Identity Server в базу данных. Точнее я буду говорить так. Мы положим их в Entity Framework, который может быть подключен к любому провайдеру. Мы будем использовать сегодня MS SQL Server. И что это дает? Во-первых, когда ваши данные будут лежать в базе данных. То есть я имею информацию о клиентах, которые мы так или иначе время от времени добавляли. Или о ресурсах, когда появляются новые API. Или когда у вас Identity ресурсы появляются. Вот этим всем можно будет управлять. Надо понимать, что сейчас, на данный момент, они лежат in memory. Я чуть позже покажу. А мы хотим их положить в базу, чтобы потом сделать надстройку. То есть и прямо через UI динамически можно было управлять теми ресурсами, теми разрешениями, теми клиентами, которые непосредственно будут в вашей системе. Ну, например, в микросервисной системе. Ну, и достаточно уже наговорил. Давайте, собственно говоря, начинать. Ну, и для начала давайте посмотрим, что у нас есть. Ну, во-первых, давайте сделаем, чтобы у нас Identity сервер стартовал как единый проект. То есть как single. Вот. И теперь посмотрим на конфигурацию. У нас есть конфигурация, которая хранится в статичном файле. И вот, собственно говоря, вот эту конфигурацию, всю, которую мы вручную добавляли, удаляли, редактировали, я хочу перенести в базу данных. Это первое. Второе. У нас есть Application DB Context, который наследован от Identity DB Context, который сейчас лежит, как вы помните, у нас в режиме InMemory. То есть мы его используем только в памяти. У нас также есть Database Initializer, который нам позволяет при старте приложения запихнуть туда какой-то нашего пользователя по именем User с паролем 123QE. и дополнить ему какие-то значения клаймов. Собственно говоря, у нас вот это лежит как бы InMemory в режиме. Я, вернее, хочу это сделать, чтобы это лежало непосредственно в базе данных. Ну и первое, что мне нужно сделать, мне нужно сделать, что вот этот Application DB Context хранился непосредственно же в базе данных. Итак, первое, что нужно сделать, это взять и удалить один Nugget пакет и установить другой. Давайте переключусь в режим редактирования Nugget пакетов. Меня интересует Identity Server InMemory. О, кстати, у нас есть обновление. Давайте тогда сначала сделаем обновление, чтобы версии всех сборок соответствовали тем, с которыми не могут работать. Я настоятельно вам рекомендую это делать, потому что, в конце концов, бывают такие моменты, когда обновление не поставишь и дальше не двинешься. А если двинешься, то работать не будет. Итак, для начала у нас есть InMemory, я его удаляю. И я теперь ставлю Microsoft Entity Framework, Core, и мне нужно SQL Client. Вот SQL Server. Я его устанавливаю. Я принимаю условия. И, конечно же, у меня есть теперь ошибка, потому что я теперь это не использую. Я буду использовать теперь новый SQL Server, который у нас есть в extension UseSQL Server. Ну вот. Вот этот вот метод расширения UseSQL Server появился как раз вместе с установкой последнего nugget пакета. Итак, первое, что мне сюда нужно, мне нужно сюда добавить connection string. Для того, чтобы сюда добавить connection string, мне нужно здесь создать конструктор, который я просуну. iConfiguration. И это iConfiguration. Так, у меня iConfiguration Hosting. Давайте нажму f12, проверим действительно, что это... Да, extension configuration, потому что бывает иногда несколько совпадений. Например, AutoFact совпадает. И я вот это вот сделаю configuration и сделаю, чтобы это у меня был... Ну, пусть будет вот такое вот свойство. Я сделаю его править, чтобы оно наружу не выглядывало. И, соответственно, теперь в configuration я хочу сказать getConnectionString. Ну, здесь я вам такой... Ну, если хотите, лайфхак-то предложил. Ну, в общем, обычно пишется defaultConnection, то есть вот здесь вот можно написать... Так, у меня что-то тут подвисло. DefaultConnection, ну, я могу ошибиться, но я точно знаю, что у меня есть штука, которая называется application.db.context, и с ее названием я точно не ошибусь. Я вот ее скопирую. И теперь давайте этот connection string создадим вот здесь. Это будет... Ну, теоретически у меня есть возможность сделать и для development connection string, и для production, но я буду делать и главным. А вам настоятельно рекомендую обратить внимание, что можно поместить каждый connection string в тот контур, который вы будете использовать. Development, production, stage, qa. Я здесь делаю connection strings, двоеточие, два, две скобки, запятая, поставил запятую, нет, не поставил, запятая. Здесь я напишу application.db.context, и здесь у меня есть сохраненные connection, то есть дефолтовые настройки, да, template. Вот, здесь я напишу, что у меня это localhost, database я назову... Ну, так, это у нас identity server, давайте так и назовем, identity server users, и ID пользователя, в моем случае, это sa, password, ну, вот, паспорт я как раз не помню. Ну, давайте посмотрим. Вот мой паспорт, вот мой SQL сервер, вот его inspect, и вот он паспорт. Ctrl V, это мой connection до моего SQL сервера. У вас он, конечно, может отличаться. Ну, и, в общем, получается, что у меня connection string настроено, у меня, получается, in-memory режим отключен. Я... Ага, смотрите, у меня совпало configurations, configuration. Давайте переключимся вот сюда и назовем вот эту штуку identity... Вау! И назовем вот этот вот configuration непосредственно identity server configurations. Я сейчас его переназову. да, хочу, да, совсем хочу. Я скопирую, сохраню, и вот сюда добавлю настройку identity server. И таким образом я сейчас уже могу запускать приложение, но у меня ничего не получится, потому что вот этот, на самом деле, entity framework core требует как минимум одну initial, да, то есть миграцию, которая будет настраивать изначально всю базу данных. Entity framework 6, кстати, позволял без этого обходиться, но мы уже еще... Считайте, мы уже перешли на entity framework core, и надо немножечко забыть про entity framework 6. Ну, и для того, чтобы создать миграцию, мне нужно написать add migration. Ну, можно писать, можно не писать. У меня нет этого nugget пакета. Давайте этот nugget пакет установим. У меня есть тут и скейт, давайте напишем tools, вот он. Да, сейчас я установлю этот tools пакет. Да, хочу. Теперь у меня tools пакет есть, и давайте так вот, add-mi tabulaio. О, теперь у меня появился этот набор команд. Ну, и я как по образу и подобию в предыдущих реализациях сделаю any show. И давайте я создам вот эту первоначальную миграцию, которая позволит создать базу данных. Ну, и как вы видите, миграция у вас на экране. Кстати, если нужно видео с подробными объяснениями, как работать с миграциями, как накатывать, как откатывать, как создавать, как удалять, напишите в комментариях, я обязательно его создам. Потому что есть некоторые мюансы, которые просто нужно знать, как это работает. Ну, а сейчас считаем, что вы про все это знаете. Есть у нас миграция. Теперь единственное, что мне нужно сделать, update database. Ну, для начала, наверное, знаете что? У нас же есть database initializer. Здесь вот есть у нас так, контекст, user manager, user manager. А, ну, сразу сохранить базу данных. Да, тогда получается, мне нужно просто нажать update database. Отлично, все закончилось. А теперь можно открыть базу данных и посмотреть, есть ли у нас что-нибудь в этой базе данных или не совсем. Я сейчас подготовлю. Давайте нажму refresh. Да, вот он, identity server users. У нас есть некоторое количество табличек. Эти таблички создал пакет, который называется microsoft.identity. То есть, мы делали наследование от application... Мы делали application db контекст наследником от identity, как вы помните, и как раз вот в нем лежат вот эти вот все нужные таблички. Сейчас, как вы понимаете, у меня здесь никого нет, но как только стартану проект, а я, кстати, могу уже это сделать. У меня стартовал identity server, у меня для identity server нет UI, но тем не менее, вот у меня один пользователь уже появился. Ну, и так как на этом пока для этого все, поехали дальше. Ну, и прежде чем начать делать какие-то движения, давайте я для начала все остановлю. Я вот, что хочу сказать, смотрите, вот здесь вот user manager, он на самом деле достаточно умный, но представьте, что у вас вот эта вот инициализация будет приходить при каждом старте приложения, то есть надо предусмотреть вариант, когда миграции накатывать по необходимости, или в debug их поставить, то есть, допустим, это делается вот так вот, if debug, тогда накатить миграции, если, допустим, вам нужно проверить, какие-то данные в базе данных, ну, то есть, их наличие, да, это второй вариант, ну, в общем, нужно за этим внимательно следить, потому что в противном случае может возникнуть такой вариант, что в базе данных уже будут данные, а ваша система будет туда добавлять повторные данные, или дублироваться, или показывать ошибки, в общем, за этим нужно следить. ну, и теперь, собственно говоря, что я хотел сказать, смотрите, у нас есть Identity Server, здесь, это его официальная инструкция, ссылка в описании, давайте я сейчас вот что покажу, у нас есть на самом сайте описание, как это сделать, ведь я highlight уберу, чтобы он не мешался, вот, смотрите, то есть, сами разработчики Identity Framework очень подробно описали, что нужно сделать, чтобы не выдумывать, и на самом деле не столько выдумывать, сколько показать, как это реально делается по инструкции, я не буду ничего хитрого выдумывать, надо сказать, что мы уже некоторую часть проделали, нам нужно сейчас установить вот этот, вот это у нас уже установлено, сделать некоторые конфигурации самой системы при старте приложения, то есть настроить DB контексты для Identity Server, нам нужно создать миграции и накатить их, соответственно, нам нужно проинициализировать базу данных, и запустить, в общем, давайте тогда по порядку отсюда мы будем полисать, и начну я с того, что повторюсь, Microsoft из Кейсер мы уже установили, поэтому я сейчас установлю вот эту штуку, давайте я все позакрываю лишнее, нажму правой кнопкой на Dependency, вставлю вот сюда так, Identity Server, сервер 4T and Work, да, install, установился, хорошо, давайте посмотрим, что дальше нужно сделать, это у нас уже установлено, дальше нам нужно добавить схему, ну, вообще, сторож, это как раз те сущности, которые будут у нас добавлены в базу данных, как, ну, в табличке, да, будут созданы, чтобы изменить какие-то сущности вам потребуется установить storage, насколько я понимаю я этого делать, наверное не буду я буду использовать ну вот этот вот use framework migrations и поэтому я как бы немножко проигнорирую вот эту вот сборку вы, нет, не вот эту вру, вот эту вот вы в принципе можете решать сами может вы будете переделывать существую схему identity server ну надо понимать, что это open source ну либо использовать уже существующее я, собственно говоря, мне в существующей схеме уже все понятно все нравится, все красиво, поэтому я буду использовать его итак, давайте для начала сконфигурируем store, так называемый итак, что для этого нужно сделать, для этого нужно посмотреть, что у нас есть у нас, смотрите, есть клиенты, API ресурсы и identity ресурсы у нас есть стартап в котором мы эти ресурсы создаем и memory нам для начала нужно отключить уже существующие и я поступлю таким хитрым способом я возьму и тупо, так сказать скопирую то, что мне предлагают разработчики identity сервера я вставлю их в конфигурацию ну и здесь у нас появляется некоторое количество настроек добавочных в общем, connection string как вы понимаете у меня один и тот же я не буду мудрствовать лукаво как говорится я их возьму и вставлю сюда потому что у меня об как он db-контекст будет один и тот же вы, если хотите можете использовать разные db-контексты и, собственно говоря разные даже базы данных я в это буду складывать в одну базу данных поэтому connection string у меня будет один и тот же что касается ассембли то у нас здесь есть вот такая вот штука я ее тоже скопирую в общем, в очередной раз хочу показать что уже все придумали за нас где-то я добавлю вот он migration ну и, в общем, как вы понимаете уже, собственно говоря настройка произошла эти лишние удалим штуки типа линий, да вот, ну и дальше что мне нужно сделать мне написано что дальше нужно делать миграции ну, в общем-то давайте делать миграции так, что нам по этому поводу говорит identity server ну, смотрите на самом деле я поступил наверное не очень красиво потому что у меня миграции если я добавлю новые они будут смешиваться в одной папке поэтому давайте я папку migrations удалю это мне никто ничего не помешает сделать я открою scale server и удалю базу данных хотя, давайте я не просто удалю покажу какое можно удалить здесь у нас есть package менеджмент консоль я могу сказать не update database а drop database ну да получилась фигня потому что мне нужно не просто сказать drop database мне еще нужно сказать какое качу я контекст удалить application для контекста он меня спрашивает удалить совсем я говорю да совсем от слова полностью у меня удаляется база данных я открываю нажимаю update нет вот здесь нужно выбрать вот здесь update вот видите базы у меня нет то есть такое понятие как все делать через SQL сервер проверять ну мне в принципе отпадает потому что IntiFarmwork умеет это делать сам ну и я хочу просто заново создать этот application db context вернее создать базу данных под него и для этого я хочу указать ну показать вариант как это можно использовать то есть чтобы вы понимали как это можно делать и для этого я сделаю add migration заново как вы помните это неправильно написал add migration initial и здесь не нужно указать output dir так называемый то есть сейчас у меня несколько db контекстов потому что я установил другие поэтому мне нужно сказать контекст application db контекст автоматически поставил output dir я хочу сказать slash data давайте вот так сделаю data slash identity server db db ну то есть ну наверное нет давайте сделаем правильно потому что я начну путаться application db то есть это как раз приложение которое мне создает microsoft.identity то есть где лежат мои реальные пользователи я вот таким вот образом нажимаю enter как вы видите у меня в папке data вот появилась папка application db и в ней появилась та сама миграция то есть ничего сложного в этом нету теперь осталось снова сделать update database запустить ну да нужно теперь после того как я установил identity сервер ну то есть после того как я установил сейчас покажу пакет который называется identity server entity framework у меня появилось несколько db контекстов и теперь мне нужно явно указывать с каким контекстом я работаю application db контекст нажимаем табуляцию и visual studio то есть package manager подставляет нужный мой контекст данные созданы я запускаю приложение открываем SQL server вот у нас появилась база данных вот у нее появились таблички и вот в табличках например пользователей один пользователь по умолчанию я закрою пока остановим ну а теперь давайте вернемся все-таки к созданию этих самых миграций для identity сервера у нас в инструкции написано что для того чтобы добавить миграции нужен вот этот вот nugget пакет нам этот nugget пакет не нужен потому что миграция нам и так работает собственно говоря он позволяет использовать через кли вот этот вот самый через dotnet add package у меня уже работает он через tools мне в принципе этого достаточно меня интересуют вот эти две строчки давайте я их скопирую создам файл вот здесь например migration text какой-нибудь да migra не то стюк migrations вот и здесь ставлю вот такой вот текст зачем смотрите во-первых я уже делал да вот этот вот я скопирую то что я уже делаю теперь вот здесь в самом низу я напишу сюда это мы создаем текст это мы создаем миграции для application db context теоретически мне нужно сделать то же самое но уже для вот этого так я тогда сделаю вот так вот сделаю persistent grant db migrations я скажу что я хочу так у меня здесь база данных называется вот так я скажу вот здесь и теперь я хочу скопировать и создать такую же для configuration db immigration для configuration db я даже вот так скопирую смотрите control c control v вот у меня есть persistent grant db и configuration grant db то есть теоретически мне нужно выполнить вот эту команду а так это мне нужно initial создать да 2 context вас уже говорит такой есть наверное я неправильно назвал сейчас посмотрим ну нет конечно нет это название миграции а я сюда подставляю контекст да это я конечно затупил спасибо что подсказали initial adb контекст ой а миграция так база данных которая мне нужна она мне подскажется вот здесь давайте я вот так сделаю control c я сейчас сделаю control v контекст отрую напишу pair и нажму табуляцию вот она мне подставилась я ее скопирую и заменю вот это вот нет что-то лишнее ну ладно давайте вот так сделаем вот то есть понятно для того чтобы создать миграцию мне нужно указать ее имя первая после команды идет ее имя дальше идет контекст для которого создаю и здесь я ошибся теперь я поправился это db контекст и куда ее создают и теперь собственно говоря я могу эту команду выполнить давайте я вот так запиню вот он и выполню эту команду у меня сейчас должна появиться еще одна папка в папке дата вот она появилась и в ней появились миграции отлично и теперь я должен сделать то же самое и для этой опять же правильно подставив контекст это у меня configuration db табуляция контекст и теперь чтобы не промахнуться так сказать с названиями я вот не доверяю некоторым рукам своим в некоторое время вот и лучше это приконтролировать то есть теперь у меня есть еще одна команда я здесь нажимаю enter то есть она выполняется создается еще одна папка которая называется configuration db и в ней создается миграция теперь получилось так что у меня все миграции на месте и собственно говоря единственное что у меня осталось это написать update database ну давайте так вот update database application db контекст а давайте я тоже ее скопирую и в этот файл положу то есть после того как я вот этот создал мне нужно сделать вот этот после того как вот этот создал мне нужно выполнить вот этот а после того как вот эту команду выполнил мне нужно выполнить вот эту команду и теперь давайте по порядку так как я первую уже выполнял я выполню вторую ой я нечаянно запустил то же самое но никаких результатов это не даст а вот эта база данных сейчас вот это вот этими таблицами сейчас пополнится моя база данных я давайте не буду пока все сразу покажу потом в конце не буду по чуть-чуть показывать и так я выполнил создал миграции накатил их для 1, 2, 3 для всех трех баз данных теперь если открою базу данных как видите обновлю таблицы у меня здесь появились все таблицы которые собственно говоря присутствуют и в identity сервере ну я имею ввиду что microsoft.identity в той которая реализует пользователи роли и в identity сервер то есть они вот тут все теперь лежат в одной базе данных но они подключены через разный db контекст теперь что теперь самое главное что мне нужно сделать мне нужно наполнить предопределенными данными которыми мы брали вот в этом месте то есть которые мы добавляли при старте приложения и вот в этом вот вот здесь то есть вот это у меня теперь должно быть где-то сделано и это обычно делается в том самом файле который называется database initialize и что для этого нужно сделать вы не поверите я снова прочитаю даже не прочитаю я просто как говорится тупо скопирую я беру и тупо копирую то что мне здесь написано ctrl c свернуть и теперь вот здесь вот в этом init методе нажимаю ctrl v и добавляю все необходимые то есть у меня есть уже нужный сервис провайдер вот он и поэтому я просто выкопирую и вот эту штуку заменяю вот на это и здесь заменяю вот на это же migrate это сборка нажимаем alt enter находится у меня применяется и any это link это link any ну и в общем как вы помните у нас есть тот самый identity конфигу не считается это identity server configuration я вот в этот forage добавляю как раз те самые get clients здесь у нас extension здесь я говорю get API ой нет здесь у нас get identity resources и здесь у нас осталось сделать get API resources ну и в общем как вы понимаете теперь при старте приложения я должен обнаружить в таблице например вот clients да у нас там несколько клиентов было сейчас я открою и сейчас у меня здесь ничего нет ну как только я запущу приложение первый раз приложение запустилось теперь достаточно открыть страницу и как вы видите 4 у меня клиента ID ID Swagger ID MVC ну и как вы понимаете когда у вас данные по идентификации пользователей лежат в конкретной базе данных их можно заюзать через UI менять динамически то есть не только когда вы изменили запустили приложение а собственно говоря когда захотите когда вам удобно когда у вас добавился новый сервис пришли на этот как он называет UI запустили и собственно говоря все заработало ну и как вы понимаете здесь вот секрет у меня есть который используется между клиентами давайте я вам покажу это тут есть клаймы которые мы добавляли в самом начале для пользователя нет это не те клаймы это эти клаймы лежат вот здесь я вас обманул да вот они то есть скоб тот самый orders и что еще здесь интересно ну надо посмотреть что здесь у нас есть persistent grants и это работает следующим образом сейчас у меня в этой таблице ничего нет я наверное все закрыл давайте еще раз открою и я хочу показать вот что у меня есть давайте остановлю давайте я покажу что это собственно говоря такое я сделаю multi start mbc например start identity server start ok я запускаю так здесь у меня запустился клиент здесь у меня запустился identity server давайте я сделаю логин я должен попасть что-то я не попадаю или я не нажал я же должен попасть на страницу авторизации да я просто на индекс кликал ну видимо забыл я нажимаю логин у меня пользователь зашел да пользователь появился на экране я открываю здесь и смотрю как вы видите здесь лежит тот самый persistent так сказать грант ну тут лежит вернее не сам грант а именно кей то есть хэш грубо говоря который ну собственно говоря ничего вам не даст кроме того что сервер это просто хранит identity server и на этапе валидации может его перевыдать ну и теперь еще один немаловажный прием я теперь делаю логин а теперь открываем страницу и как вы видите здесь ничего не появилось то есть другими словами сейчас я еще раз покажу девайс код здесь наверное нет ничего да здесь правильно действительно ничего нет а в грантах вот он то есть когда вы используете identity клиент в смысле извиняюсь когда вы javascript клиент используете то есть вот я сейчас хоть и залогинился то данные работают через pixie так называемый формат то есть подтверждение приходит с генерацией в реал тайме при запуске клиента то есть json на клиенте генерится вот этот вот специальный код но если интересно давайте я сейчас вот так вот нажму логаут и снова схожу на сервер получу так мне нужно persistent log потому что я все стер логин вот и когда пользователь идет авторизовываться вот авторайз то вот здесь вот вот код челлендж метод нет выше где-то вот код челлендж это как раз тут с генерированной сервером код челлендж который генерится на клиенте и он и существует только на клиенте ну в общем наверное наверное все мне больше вам нечего показать единственное что есть возможность сделать некоторый UI то есть на самом identity сервере на самом identity сервере есть возможность воспользоваться предопределенными формами которые давайте я вот так покажу identity сервер 4 IO по-моему нет вот так вот вот то есть так здесь где-то есть демо да по-моему демо сейчас посмотрим честно говоря я не помню demo.identity server да вот identity сервер запущен для демонстрации и здесь есть уже некоторый UI то есть теоретически существует вероятность что вам допустим потребуется или допустим вас удовлетворит все то что здесь есть по умолчанию и вот эти вот клиенты которые здесь перечислены они сделаны для демо можно вот этот вот UI использовать ну то есть как вам будет удобно то есть здесь уже есть какой-то UI на bootstrap видимо построен здесь вот я напишу Alice как они говорят чтобы воспользоваться входом а вот написано ну и как вы видите здесь вот есть те самые клиенты которые то есть вот этот UI он уже для identity server существует и возможно то есть в самом identity server в самой документации есть темплейты которые вот эти формы содержат я возможно покажу как ими воспользоваться но на данный момент я считаю что я уже показал все что хотел ну наверное все наверное все всем пока пишите комментарии всем 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 добра до новых встреч Продолжение следует...